Полиция Копейская ищет участников криминального маскарада. Преступники, одетые в форму медработников, ограбили пенсионеров. Такой находчивостью мошенников удивились даже оперативники. Елена Абросимова знает, как выглядят псевдоврачи. После визита криминальных костюмеров пожилые люди теперь боятся открывать дверь. Мошенники узнали, что здесь живет бабушка-инвалид вместе с супругом. Как выглядят эфиристы, теперь рассказывает внучка пострадавших. Было два молодых человека. Один был высокий, другой пониже, как дедушка описывает. Они были одеты в халатах, слушалки, перчатки. Они объяснили, что ему положено доплаток пенсии по уходу за больной бабушкой, за инвалидом. И предложили ему 500 рублей. При этом достав пятитысячную купюру. Попросили сдачу. Пенсионер открыл тумбочку, где хранились семейные сбережения, а ключ оставил в замке. После чего один из мошенников предложил проверить дедушке зрение. Одел на него солнцезащитные очки, а перед глазами включил яркую лампу. В это время другой злоумышленник, видимо, похитил деньги – 56 тысяч рублей. После чего медики ушли. Обнаружив пропажу, старик испугался, что мошенники могут вернуться и никому ничего не сказал. Мы увидели, что с дедушкой что-то не то происходит. Он расстроенный, делами своими не занимается, просто лежит. Мы, конечно, за тревогу стали бить, спрашивать, что, дед, ты болеешь, что-то случилось, может быть, что-то произошло. И в субботу утром только дедушка рассказал нам о происшествии. После чего мы вызвали полицию, написали заявление. Стражи порядка составили фоторобот одного из подозреваемых. Вот так выглядит этот мужчина. Возможно, что на счету мошенников есть и другие жертвы. Соседка пострадавших пенсионеров рассказала, что в этот день и у нее побывали двое подозрительных мужчин. Приходили два парня, муж мой открыл. Ну, я сразу поняла, что какие-то непутевые люди. Я мужа так сразу за руку и говорю, нам ничего не надо, до свидания. По факту кражи 56 тысяч рублей из квартиры пенсионера возбуждено уголовное дело. Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс мер, направленный на раскрытие этого преступления. В полиции ждут звонков от тех, кто знает, где могут находиться злоумышленники. Елена Абросимова, Михаил Шурмель, 31-й.